В минувшую победно-выходную четверодневку на просторах Свердловской области очень сильно осложнилась ситуация с лесными пожарами. Губернатор Евгений Куйвышев даже назвал ее критической. По счастью, в отличие от соседей курганцев, где лесные пожары убили 21 человека и более 500 домов, у нас обошлось без жертв. И более того, благодаря усилиям профессионалов и тысяч добровольцев, у нас в горах удалось не допустить распространение огня на населенные пункты. Ну а в остальном было действительно критично. Местами из-за дыма не было видно солнца, людей эвакуировали из поселков и коллективных садов, кое-где перекрывались автотрассы. В общем, то, чего опасались перед затяжными выходными, случилось. И в абсолютном большинстве случаев причиной воспаления природы были люди, которые или неаккуратно пожарили мясо мертвых животных, или поджигали на ветру мусор, или, что самое поганое, специально поджигали лес. Да, были и такие. Ко дню Великой Победы ситуация с лесными пожарами вроде бы пошла на исправление в лучшую сторону, но суховетренные прогнозы неутешительны. Наиболее жарко и огнеопасно было, как ни странно, в Азбесте, то есть в городе с несгораемым названием. В его окрестностях бушевали четыре пламенных очага. Вдобавок к лесным пожарам Азбест 6 мая остался без воды и электричества. Там ввели режим ЧАЭС. И потому 7 мая с утра пораньше, несмотря на воскресенье и день радио, в город Горного Льна выехал самолично губернатор Евгений Куйвышев. Ну и тот, который в сторону Режевского, да, то озеро Черное вышли. Вот он распространяется вдоль поселка Малышев. Сегодня привезем еще 50 ранцев. Уже будет сейчас, уже скоро, через полчаса выехал. Ранцы называем. Добровольцы все, да? Так вот, не пускай известно. Нет, нет, аккуратно. Это можно подгореть. Лучше карауливать. И всем, всем, всем хочу сказать спасибо большое. В Азбесте губернатор провел заседание оперативного штаба по ликвидации природных пожаров, на котором раздал поручения по утушке огня и защите населения. А населению Азбеста в минувшие празднично-выходные дни вот прям люто не повезло. Лесные пожары повредили электросистему и скважины местного водоканала оказались обесточены. То есть мало того, что повсеместно воняет дымом, так нет еще ни электричества, ни воды. Впрочем, электроэнергию удалось быстро восстановить, ну а к вечеру 7 мая в кранах Азбеста появилась и жидкость. Ближе всего лесное пламя подобралось к поселку Красноармейскому, и из него пришлось эвакуировать около 400 аборигенов. По счастью, отважные огнеборцы не позволили красному петуху дойти до Красноармейского. И в этом профессиональным пожарным очень сильно помогли многочисленные волонтеры. Вот люди, достойные отдельного рассказа. Пока кто-то на выходных расслаблялся, а то и вовсе жарил мясо на лоне из сокшей природы, более 5000 добровольцев помогали тушить лесные пожары. Не, ну всегда было известно, что во время общей беды русские люди сплачиваются и проявляют массовый героизм. Нынешняя серия лесных пожаров это подтвердила в полной мере. Просто волонтеры видела, что нужна помощь и решила помочь. Что уже пришлось вам делать? Тушить в лесу, вот деревья, траву, чтобы огонь, когда наступает, начинаешь тушить. То есть мы большую площадь уже прошли. Вам кто-то рассказывал, как это тушить? То есть инструктаж проводили? Инструктаж вот мужчины, как бы провели, сказали, да, где самое горящее, туда мы и идем. И вот мы там и тушим. Вчера то есть что-то беспокоил в этот момент, поэтому решил взять младшего сына и приехать ему заодно показать, как опасны игры с огнем. Помогаем людям, которые помогают нам выстоять, кормим. Мы привлекаем волонтеров для помощи нашим спасателям. Безусловно, у нас такой своеобразный рекорд. У нас привлечено уже больше 5000 человек. Они помогают с доставкой еды для спасателей, воды, участвуют в окарауливании, в наблюдении. Безусловно, я всем волонтерам благодарен. Благодарен тем, кто на добровольной основе этим занимается. И сейчас самое главное решить те задачи, которые сегодня министр поставил. Это мониторинг ситуации по ландшафтным пожарам. Это, безусловно, ускоренная реакция на локализацию тушения этих пожаров. Ну и, понятно, детальным образом будем разбираться, откуда и как они возникали. Ну и задачи по локализации существующих пожаров, окарауливанию. Ну и будем дальше наблюдать по изменению той или иной ситуации в связи с ветровой нагрузкой. Ни один лесной пожар не перешел в населенный пункт или по его причине произошли, скажем так, потери в экономике или в людях. Это первое. Это очень важно. За это большое спасибо тем людям, которые сегодня трудятся на этих пожарах. Это очень большая, кропотливая и очень такая серьезная мужская работа. И тем, кто им помогает, в том числе и волонтерам, о которых сказал Евгений Владимирович. Это второе. Очень важно, хотелось бы обратиться к жителям Свердловской области с вопросами, связанными с ландшафтными пожарами. Это и сельхоз с палой, это и уборка возле населенных пунктов, и брошенные окурки, и незатушенные костры. Все это приводит потом, то, что огонь разгорается до больших площадей. Услышьте, пожалуйста, цифру. 36 тысяч гектар сегодня находятся в площади, пройденной огнем, которая возникла благодаря ландшафтным пожарам. Это все вина человека. Вернувшись из Азбеста губернатор, выходя на обобщение, провел совещание по видеоконференц-связи с главами муниципалитетов по вышеозначенной теме. И прорисовал первоочередные задачи. Главное – обеспечить безопасность людей, защитить дома от огня, локализовать то, что уже горит, и не допустить разрастания лесных пожаров вширь. Среди задач фигурировали такие специфические лесоохранные термины, как прокладка минерализованных заградительных полос и окарауливание лесных пожаров. Особое внимание губернатор уделил работе с волонтерами, ну, чтобы, значит, совместные власти обеспечивали их водой, едой и мазями от ожогов. Основной причиной возгорания является именно человеческий фактор, и по каждому пути мы будем смотреть отдельно. Уверен, что и правоохранительные органы совместно со всеми профильными ведомствами смогут разобраться в причинах возникновения каждого пожара и установить, где была халатность граждан и организации, где умышленные пожары. Считаю, что при необходимости мы также сможем рассмотреть возможность впочтения за сообщение о факторе умышленного от ожога. Значит, коллеги предлагают за такую информацию, за дерифицированную информацию, за 200 тысяч рублей и так далее. Тем более мы сегодня еще в суженном составе совещания обсуждали вопрос причин возникновения следствия. Большинство пожаров, лесных пожаров возникло в лошадных пожарах. Здесь необходимо проанализировать зону ответственности здесь и главный муниципалитет, и работа по привлечению, в том числе, административной ответственности, и ежедневная работа по контролю за выездом в лес граждан. Спасибо.